Самая шокирующая новость недели – избиение стариков в Большекулачинском доме-интернате. Информацию об издевательствах проверяет Следственный комитет. В этом геронтологическом центре живут не самые благополучные старики. Среди них бывшие заключенные, бродяги и те, кого за плохое поведение выселили из других интернатов. В Министерстве труда ситуацию комментируют скупо, факты не подтверждаются. Однако почему-то уволили директора геронтологического центра. Светлана Еловнарова поговорила с пожилыми постояльцами дома-интерната и сравнила их слова. С официальными комментариями. На территории интерната – цветочные клумбы, ухоженные корпуса с пластиковыми окнами, персонал в форме. На первый взгляд – достойное место для тех, кому в одиночестве приходится встречать старость. И даже охрана, как на режимном объекте. Здравствуйте. Здравствуйте. Сказал, не пускать. Ты кого? А кто сказал? Директор. Посторонних не пускают. И, как говорят охранники, своих не всегда выпускают. Но это якобы для их же безопасности. Они же там по 30, по 40, по 30, по 11. Они же режутся вот сколько, полмесяца назад. Шесть на живых ранениях. Ночью, сейчас 12 ночи. Вот иной раз не выпущу тебя, ты себе вовпу. Он разворачивается у хор. Потом дня три смотришь трезвого. В это время с прогулки возвращается одна из постоялец интерната. В геронтологический центр Мария попала 25 лет назад. После того, как отсидела 20 лет в колонии. А как там вообще в корпусе? Ну, не так, конечно, как в бичи живут. Ребен по всей чувству меняют. В баню ходим. Продукты здесь хорошие, как положено. Но сейчас поворот здесь, поворот на кой. Об этом же в интервью в программе «Мужское и женское» рассказала одна из сотрудниц интерната. У забора интерната встречаем еще одного постояльца. Он не трезв, поэтому разоткровенничался. Говорит, что деньги у них отбирают работники учреждения. Они заходят 50 рублей, 100 рублей. А я туда захожу, карточка. Если у меня карточка есть, опа. Не заберешь уже, да, карточку? Уже все, у них все забирают. Впрочем, оставшиеся наличные постояльцы, вероятно, спускают на алкоголь. За полчаса через КПП прошлись десяток проживающих. Большинство идет к ближайшему магазину за спиртным. Продавец признается, это ее основные клиенты. Пьют прямо в магазине или в кустах за углом. Приходят они частенько. Либо шеет, либо шеет. Они ужасные. Они агрессивные. Выпьют это еще позже. Они злые, озлобленные все. А они там могут выпивать или нет? На территории. Но они же пьют. Они же как-то напиваются. Ну да. Еще два месяца назад сюда возили омских журналистов, как на образцово-показательный социальный объект. Ординаторская. Вот у нас врач-психиатр-наутолог. Еще у нас в штате есть врач-стоматолог, врач-терапевт. Они сидят на ходе, ходят, скажем, с поживающими. Но столичные журналисты снимали дом-интернат месяцем раньше, когда в порядок учреждения привезти не успели. После этого там поменяли директора. Теперь рапортуют в учреждении все в порядке. СМИ воочию смогли убедиться, как решаются проблемы постояльцев. Дом-интернат не тюрьма. Постояльцы свободно передвигаются. В этом интернате оказываются люди, которые не смогли прижиться в других пансионатах. С непростыми судьбами, скверными привычками и зачастую с тяжелым характером. Но в то же время это не тюрьма. Насколько здесь ограничивают свободу, издеваются или даже избивают стариков, теперь будут разбираться правоохранительные органы. Светлана Еловнарова и Виталий Двораковский. Омск. Здесь.